Добрый день, дорогие друзья, мальчики и девочки! Сегодня для вас артисты сочинской филармонии проведут беседу и ответят на ваши вопросы, которые возникали в течение многих концертов по поводу такого инструмента, как скрипка. Проведут эту беседу заслуженные артисты Кубани Александр Сосунов и Елена Бабова. Предстоит ознакомиться с инструментом, как скрипка, струнно-смычковый инструмент. Более пяти веков скрипка существует в таком виде. Над ее совершенством трудились такие мастера, как Амати, Страдивари, Гварнери, Дель Джезу. Знаменитый итальянский скрипач и композитор Паганини играл на скрипке Дель Джезу и называл ее любовно «Моя пушечка», потому что скрипка обладала отличным, очень ярким звуком, тембром, и Паганини мог играть на ней и исполнять произведения даже на площадях. Для хорошего звучания инструмента выбирают определенные породы деревьев. Это наш волнистый кавказский клён-явор и альпийская высокогорная мелкослойная ель, из которой вырезают различные части инструмента. Давайте познакомимся с ними. Скрипка, если ее повернуть вот так, очень похожа на человеческий контур, контур женский. И даже названия у нее такие – голова, шея, плечи, талия, спинка. Начнем с нижней деки. Вот нижняя и верхняя деки на скрипке называются. С нижней деки начинаем почему? Потому что ее, как правило, не видно. Когда исполнитель играет на инструменте, она просто повернута к нему, и зрители не видят нижнюю деку. Но она очень красивая. Она как раз сделана из клёна, волнистого клёна-явор. Видите, такая полосатая. Кстати, из клёна сделаны и бока, то есть обечайки, также шея и голова. Поворачиваем скрипку и видим верхнюю деку. Вот верхняя дека делается из альпийской высокогорной мелкослойной ели, чтобы был хороший резонатор. Вообще скрипка звучит тогда, когда все части инструмента участвуют в звукообразовании. над верхней декой находится гриф, на котором работают пальцы, подгрифник, подбородник, пуговица, за которой цепляется подгрифник. В подгрифник монтируются четыре струны на скрипке ми, ля, ре и соль. Они, в свою очередь, опираются на подставку. Подставка похожа на человека, который несет на себе большой груз. Кстати, нужно сказать, что 37 килограмм давления на подставку, и чтобы она не провалилась внутрь инструмента, не провалила верхнюю деку, внутри инструмента стоит такая маленькая палочка, тоненькая. она упирается в верхнюю деку и в нижнюю деку, и не дает возможности подставке провалиться, стоит уверенно. Струны, в свою очередь, продолжаются над грифом, упираются в этот верхний порожек и навинчиваются на колки. Вот колки 4, как и 4 струны, гриф, подгрифник, все это сделано из черного дерева, которое растет в Южной Америке и в Африке. Для мастеров специально купцы привозили это дерево, потому что оно не везде растет. Раньше, когда исполнители играли, они пользовались подушечкой, но сейчас придумали вот такой мостик, удачно, который дает возможности на плече находиться. Сейчас мы для вас сыграем французского композитора Агюста Савара, Мари, ария в старинном стиле, и хотя ария считается вокальным жанром, но французы сделали этот жанр танцевального, жанра балете. Итак, ария в старинном стиле. КОНЕЦ КОНЕЦ И когда из твердого черного дерева сделали гриф и увидели, что он, очень редко это дерево, начали использовать и грушу, и другие породы дерева, но это более служит более плохому звукоизлечению. Кстати, вот эти Ф, которые прорези на верхней деке, казалось бы, зачем они нужны? ребята спрашивают. Но если их закрыть, то звук получится очень вялый и тихий, потому что это своеобразные форточки, через которые мы слышим звуковые колебания, и поэтому звук мы слышим очень хороший. А сейчас мы исполним песнь таинственного сада. Это как приглашение в мир музыки норвежского композитора Рольфа Ловланда. Играет музыка 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 Неотъемлемая Неотъемлемая часть скрипки и партнер лучший друг это смычок. Не зря называют сообщество в оркестре в симфоническом струнно-смычковые инструменты. это скрипки это неотъемлемы. альты, виолончели, контрабас. Лучший друг состоит это трость, которая делается из фернамбука, колодочка из черного дерева, винт и обработанный специально конский волос. Многие спрашивают, а почему вместо волоса, который нужно специально обрабатывать, нужно взять леску да натянуть, на которую ловят рыбу. Но леска она совершенно гладкая. А вот если мы посмотрим микроскопы, увидим мелкие реснички на волосе, которые хватают канифоль и прилипают к струне. Канифоль вот. Канифоль вот так. Вот. И волос тогда хорошо сцепляется со струной и происходит красивый звук. Случок помогает овладевать скрипачу различными штрихами и различными оборотами, которые написал композитор. И сейчас мы исполним для вас вальс, прекрасный розмарин, в котором используется штрих летучая стакката. «Музыка» 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 В этом произведении, как вы заметили, как раз и используется штрих летучий эстакад. Для придания определенного тембра звука используется сурдинка во многих произведениях. Произведение, которое мы сейчас исполним, сурдинка вместе со смычком создают жужжащий, назойливый звук. Это произведение «Полёт шмеля» римского Корсакова по поэме Пушкина «Сказка о царе Салтане», где герой Гведон превращается то в муху, то в комара, то в шмеля, чтобы наказать обидчиков. Чуду царь-салтан-девица, а комар все злится, злится, и впился комар как раз тетке прямо правый глаз. Повариха побледнела, обмерла и окривела, слуги-святья и сестра с криком ловят комара. Распроклятая ты, мошка, мыть тебя! А он в окошко, да спокойно в свой удел, через море полетел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В конце используется штрих-рикошет. И звук флажолет, и пицциката, то есть пальцем. Композиторы даже иногда играют, используют пицциката левой рукой и правой рукой, и одновременно со смычком. Многие композиторы в своих произведениях используют пьесы, которые рассказывают об игрушках. Вы, наверное, слышали пьесы Чайковского «Болезнь куклы», марш деревянных солдатиков. Фридс Крейслер написал марш игрушечных солдатиков. В наше время многие собирают коллекции, разыгрывают целые баталии и сражения. А может, это офицеры, прогуливающиеся по парку, и дети, как их родители, отдают честь гуляющим военным. Звучит марш игрушечных солдатиков. КОНЕЦ КОНЕЦ В начале нашего с вами разговора мы говорим, о скрипке как об основном инструменте симфонического оркестра. Рассмотрев различные волшебные свойства скрипки, поговорим еще об одном. Играя на скрипке аккордами, можно создать представление, что разом играют несколько инструментов. Яркий пример тому – мазурка Генриха Винявского. СОЧИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ Всего вам доброго. До свидания. ФИЛАРМОНИИ ФИЛАРМОНИИ ФИЛАРМОНИИ